Здорово! Скоро 8 марта, если вы вдруг не в курсе. Блин, ну точно. Серьезно, ты издеваешься? И вы представляете, как тяжело им выбрать нам подарки? Сначала они перенюхивают все наши духи, дабы понять наш курс. Потом пробуют все средства. Кремы, скрабы, косметику. Не, ну это уже совсем перебор. Ну да, так они вряд ли делают, надеюсь. Затем наступает кошмарный сон любого мужика. Поход в магазин. Там они тоже все перенюхивают, трогают, пробуют. Потом опять нюхают, ну и просто развлекаются. И измучивают консультантов своими бесконечными вопросами. Поэтому самый простой способ. Заходим на сайт одной из любимых марок, закидываем все в корзину. Так, это маме, это твоей маме, это бабушке, а это мне. На, вводи карту для оплаты. О, спасибо, Зай, с наступающим. Ага, спасибо. Поздравляю. Серьезно? Короче говоря, появился какой-то непонятный кашель. Подумала, что надо сходить к врачу. Потом. Само как-нибудь пройдет. Не прошло. Все-таки надо к врачу. Но сначала решила разобраться самостоятельно. Перлука, что? Надо все-таки обратиться к специалистам. Кашель причины. Так, стоп. В прошлый раз это закончилось плохо. Походу я все-таки умирала. Ой, ладно, это всего лишь кашель. Отлично. У меня туберкулез. Попробую еще раз. Пневмония, отек лейки, бубонная чума. Поняла, что нужно принимать крайние меры. Выключила нахрен интернет. Позвонила маме. Она посоветовала микстуру и какие-то таблетки. Сказала, что ненавижу таблетки и все это заговоры фармацевтов. Лучше позвоню бабушке. Она сказала мне смешать чеснок, свиной жир, мед и лимон. И есть это. Перезвонила маме, спросила, что за микстура. Выпила микстуру. Стала читать побочные действия. Слабость, тошнота, рвота. Поняла, что чувствую все их сразу. Началась паника. Поняла, что читала инструкцию от других таблеток. В общем, сходила к врачу. Через неделю все прошло. Короче говоря, в следующий раз сразу к врачу. Все-таки чума. Короче говоря, Новый год, новая жизнь. Это я уже это слышала. А, точно. Каждый Новый год. Но в этом году точно все будет. Достала план на год. Так, похудеть, соблюдать режим. Поняла, что это прошлогодний план. Где-то для этого года. Заказала мотивирующую литературу. Купила дорогущий ежедневник, набор ручек, маркеры, стики, планер. Зачем-то еще купила кружку, бутылочку, мягкую игрушку и милый плед. Поняла, что надо внести в план на год. Прекратить покупать ненужную херню. Открыла ежедневник. Стала писать план. Поголодала. Делала бутерброд. Вспомнила, что в планах записала правильно питаться. Так, ну не пропадать же еде. Даем и тогда сразу начну. Повесила планер. Стала заполнять. Поняла, что написано как-то некрасиво. Повесила новый. Снова заполнила. Вышла так же некрасиво. Звонила подруга. Рассказала о своих глобальных планах. Эта ленивая задница каждый год пытается похудеть. Кого-то мне это напомнило. Открыла мотивирующую литературу. Потратила два часа на книгу, как правильно управлять своим временем. Поняла, что где-то здесь подвох. Решила лечь спать пораньше. Полуночи смотрела сериалы. Развонила в будильник. Открыла глаза. Смотрела на планер. Короче говоря, новый год, новая жизнь. Но с понедельника, со следующего, пожалуй. Здорово. Меня наконец-то вывезли в Дубая. Иди ко мне, мой маленький спонсор. Во-первых, убедитесь, что вы берете отель, в котором есть алкоголь. Хотя, может быть, кому-то это не нужно? В нашем отеле просто невероятный выбор напитков. Тут и огуречный деток со свекольной смузи, и пиво, и вино. Безалкогольное. Безалкогольное вино. Боже, какое извращение. Как оно вообще на вкус? Виноградный соп. Но помните, безвыходных ситуаций нет. А есть черные машины с черными пакетами, которые, возможно, решат все ваши проблемы. Всегда и везде найдутся люди, готовые вам помочь. Если вы хотите блистать на пляже своим прессом, который вы качали весь год, то не стоит ехать сразу после новогодних праздников, твою мать. А если все-таки тазик оливье до сих пор оккупирует вашу область живота, то не стоит брать с собой свою худую подругу. Мне кажется, я поправлю. Сука. Посмотри, есть аллюлит? И она жрет все подряд. Это несправедливо. Ну и последнее. Убедитесь, что вы промазали защитным кремом все участки тела. Кис, покажи ножку. Как так-то, Кис? Как так? А-а-а! Димми, димми, димми. Мы все отлично свеженько выглядим. Мы выжили. Но теперь мы вступаем в новую борьбу. Борьбу с лишним весом. Итак, несколько легких способов быстро сбросить новогодний прирост. Для начала можно отрезать себе руку или ногу. Потому что нет быстрого и легкого способа слюной брызнуть. Это война потом и кровью. Для начала больше пей. Воды, конечно же, сколько бухать-то можно. Только вода. Купи джинсы на размер меньший. И отдай их своей худой подруге. Интересно, хоть у кого-то сработало похудеть ради джинсов? Больше двигайся. Согласно зимой, это практически невозможно. Ешь после шести. Последний прием пищи должен быть за четыре часа до сна. А не за десять. Голодовкой и этими тупыми диетами ты себе точно не поможешь. Даже если сразу сядешь на две. Проще говоря, все, что тебе нужно, это спорт и правильное питание. К лету будешь как стройная лайн. Правда, если начнешь прямо сейчас, а не за неделю до лет. Если я ничего нового для вас сейчас не сказала, то, камон, вы реально думали, что я вам какое-то тайное знание открою? Запомните, без труда не сбросишь ниху... Все мы иногда делаем действия, которые не можем объяснить зачем. Ну, типа, как клеить смайлик на ребенка. Например, зачем продолжать тыкать кнопку лифта, ведь от этого он быстрее не придет. Не, ну а вдруг... Зачем в фильмах ужаса они постоянно разделяются и идут на какие-то непонятные звуки? Явно нужно бежать в противоположную сторону от этих звуков. Что это? Кто там? Пойду посмотрю. А, ну да. Или вот с холодильником. Зачем по сто раз открывать дверцу? Что ты надеешься там найти? Вдруг там появится твой смысл жизни? Ну, может, с десятого раза я пойму, что мне хочется? Или нет? Или вот зачем заклеивать камеру на ноутбуке? Думаешь, что у тебя такая интересная жизнь, что ее даже по СБ смотрят? Зачем открывать рот, когда красишь ресницы? Вот ни хрена же, неудобно так. И муж мой тоже делает очень много непонятных мне действий. Зачем мой муж аплодирует футболистам? Ведь они его все равно не услышат. В этой жизни так много вопросов и так мало ответов. Самое главное запомните, никогда не разделяйтесь, если вы попали в фильм ужасов. Короче говоря, моя черная пятница. Прозвонил будильник, выключила, решила полежать еще пять минут. Поняла, что проспала час. Опаздываю. Стала бегом собираться. Порвала джинсы, обожглась кофе, обвела рубашку. Ладно, закрой пиджаком. В лифте поняла, что забыла накрасить один глаз. Вернулась. Так, а я плиту выключила. Снова вернулась. Не успела на автобус. Пока шла пешком, задубела. В метро поняла, что забыла кошелек. Вернулась домой. Вернулась в метро. Толкнули, наступили на ногу, зарядили в нос. Наконец добралась до офиса. Подошла дружелюбная коллега. Позвонил клиент. Наорал. Подошел босс. Наорал. Позвонили из банка, предложили кредит. Теперь наорала я. Равновесие восстановлено. Вот это реально черная пятница. Блин, черная пятница, точно. Полный солд-аут. Да вы издеваетесь. Пришла домой, встретил мужа, спросил, как день. Но киса всегда знает, как поднять мне настроение. Даже в самой черной пятнице есть что-то светлое. Здорово! Как вы знаете, у меня есть собака. Точнее две. Это в два раза больше радости и какаши. Конечно, иногда возникают трудности. Например, когда пытаешься с ними погулять. Или хочешь отдохнуть. Или поспать. Или пытаешься поесть. Но это все не важно, когда ты знаешь, что дома тебя так ждут. Ты так любишь. И ты их так же любишь и не постоянно переживаешь. Че-то у тебя нос теплый? И сначала ты полчаса плачешь. Робби, твоя сестра умирает. Затем проводишь пару часов в интернете, пытаясь установить причину. Или мчишься каждый раз в ветклинику. Она че-то грустненькая. Ее вырвало. Она не дышит. Ты можешь воспользоваться онлайн-консультацией ветеринарой. У нее теплый нос, она будет жить. Ага. Ага. Поняла. Роня, ты будешь жить. Правда, постарайся не переборщить со своей заботой. У нее шерсть какая-то вялая. Я не знаю, как это выживет, ветеринар. Посмотрите, пожалуйста, это нормально. Я вам сейчас еще фотки какашек скину. Алло. Алло. Здорово. Я иногда люблю позалипать на видосы, где люди что-то делают своими руками. Типа диайвай. Просто приятно смотреть на тех, у кого руки не жопы. И иногда я натыкаюсь на диайвай из одежды. Аля, как из мужских трусов сделать топик. Как будто все вокруг слепые, и никто не заметит, что на тему трусы мужские. И тут я натыкаюсь просто на удивительный лайфхак. Девушка лежит на диване, ей типа пишет парень, что он сейчас скоро за ней придет. И она такая, что бы мне надеть? Точно, сделаю из домашних треников платье. Че? Ну окей, давайте попробуем. Ну допустим, что платье из Микки Маусов это ок. Короче, я заранее извиняюсь за то, что вы сейчас здесь увидите, но мне было очень интересно, реально. Такое чувство, как будто порно сейчас начнется. Осталось продеть башку. Господи, у меня сейчас глаустрофобия начнется. Все, это, короче, максимум, который я могу сделать. Я думаю, что понятно, да, что это не работает. Господи, мне 27 лет. И мне так весело. Здорово. Я-то, значит, летала на Байкал? Сразу поняла, что будет очень весело, потому что первое, что я услышала, когда приземлилась... В Иркутске отличная погода, минус 25. Отлично. Минус 25. Но все обошлось, минус 25 не было. Было минус 30. Главное правило выжить на Байкале гласит... Да прибудет с тобой сила термобелья и трусиков с начесом. Очень, сука, холодно. До сих пор вон в шапке сижу. Можешь даже ноги пред поездка не брить. Приготовься к тому, что тебе придется очень много ездить, чтобы добраться до самых красивых мест Байкала. Сначала по дороге, а потом по льду. Но не беспокойся, лед достигает до трех метров. Правда, иногда бывают разломы, и кто-то даже уходил под лед. Короче, без гида туда не сунься. Но мне все равно было страшно ехать по льду. Да и по дороге и лететь. Господи, какое я ссыкло. А что это сейчас за звук был? А мы не провалимся? Держись вон за той машиной. А ты точно знаешь, куда ехать? И так по кругу. Короче, не будь как Полина. Не беси друзей. Ребята, но Байкал это просто невероятное место. Просто must have к посещению. Так вообще можно сказать? Такое чувство, что космос упал на землю и замерз. Это стоит того, чтобы перебороть страх, если вы вдруг такое же ссыкло, как я. Терпеть холод и долгую дорогу. Это просто неверо... Субтитры сделал DimaTorzok